К зиме готовы. Когда на вооружении такая техника, никакие снегопады не страшны. Руководители школ, детсадов и центров дополнительного образования точно уверены, предстоящей зимой до них дойдут все без исключения воспитанники. Дорожки будут расчищены еще до начала занятий, тогда как раньше орудовать лопатой можно было целый день. Снег убирать приходится ежедневно, потому что возле образовательных учреждений должен быть свободный проезд. Это и проход детей, безопасный проезд, это и подвоз продуктов питания. Порядка 180 муниципальных образовательных учреждений получили высококлассную снегоуборочную технику. На ее покупку из городского бюджета выделили около 5 миллионов рублей. В целях реализации госпрограммы по импортозамещению и экономии бюджетных средств вся техника отечественного производства. Мы сегодня создаем новые стандарты уборки города. И нам важно, чтобы управляющие компании, которые в большом обилии присутствуют на нашем рынке, вот эти стандарты перенимали. Мы как власть должны эти стандарты демонстрировать всячески, механизировать уборку города, внедрять новые технологии. Мы должны мыслить совершенно другими современными категориями. Я вот за свою жизнь первый раз вижу, когда город таким образом не просто кого-то призывает что-то сделать, а сам реально включает, создает условия для того, чтобы люди могли нормально жить и работать. Это событие продолжает череду позитивных преобразований в отрасли благоустройства. В этом году приобретено 52 спецмашины для уборки города. Это крупнейшая партия за последние годы. Павел Бимаков, Марина Матвейшина, Станислав Левин. События.